Местная власть продолжает загонять Одессу в долговую яму. Сессия городского совета дала согласие на очередной многомиллионный кредит. Принято решение по земле аэропорта и санаторию государственной пограничной службы. Депутатам предложили согласиться на кредит в сумме миллиардов двести миллионов гривен сроком на пять лет. Деньги обещают потратить на жилищно-коммунальное хозяйство, в основном ремонтные работы. Городская голова оправдывает это крайне необходимостью и опытом других городов. Целесообразность кредитования сразу же подвергли сомнению многие депутаты. В итоге, почему мы берем кредит, если мы полностью не используем все возможности по доходной части? У нас уже 3,5 миллиарда кредита есть. Выплатили тело кредита мы немножко больше миллиарда, а процентов по этим кредитам мы заплатили порядка 745 миллионов гривен. Этот кредит нам обойдется примерно 350-400 миллионов гривен. То есть это те деньги, которые мы потратим с нашего бюджета развития на выплату исключительно процентов. А еще нужно будет погасить тело кредита. Я понимаю, если бы мы взяли 1,2 миллиарда и построили какой-то завод, который бы устроил людей на работы, приносил прибыль, и городской бюджет в результате бы мог зарабатывать и тратить на что-то другое. Но этот кредит называется кредитом проедания. Мы берем кредит на 5 лет, чтобы залатать дыры для демонстрации. Опять тратимся на косметику. На 5 лет? Почему на 5 лет? Потому что через 5 лет новые выборы. И нам в наследство от Геннадия Леонидовича переходит огромный полк для Одессы. Гениальнейшая схема. Пожалуйста, это легендарное. Уважаемые коллеги, это голосование, это самый большой позор Одессы за последние, не побоюсь этого слова, 200 лет. Вот следующий кредит, когда мы планируем брать, чтобы мы понимали, через сколько мы будем должны и сколько банкам. На данный час планов щодо іншого запозичения, крім того, про яке йде мова, в планах департамента финансов немає. Когда брали предыдущие кредиты, планов на следующее тоже не было. Так можно одалживать деньги, пока город не разорится. Но к тому времени действующая власть уже наверняка уйдет. И разгребать финансовые завалы придется другим. За счет всех одесситов. Стоимость кредита для города будет уровень инфляции, плюс то, что заложит национальный банк, плюс маржа, плюс 4,5%. С максимальной стоимостью заимствования, о которой вы говорите, 25%, сумма долга за 4 года практически удваивается за 5 лет. Решая краткосрочные, сиюминутные, текущие задачи, мы закладываем огромную мину в дальнейшее, там, стабильное развитие города. Ту практику, яку застосовываем мы, это принята практика, и это отвечает тем вымогам, тем рекомендациям, которые надает на сегодняшний день Министерство финансов. Что будет с инфляцией и состоянием экономики, в целом не знает никто. И потому ответ директора Департамента финансов со ссылкой на Министерство – общие слова. Городскому голове прямо указали, где можно взять деньги на ремонт коммунальной собственности. Многие из этих объектов вполне можно было бы ремонтировать и за счет бюджетных средств, которые, безусловно, можно было бы найти. Например, за счет крупных бизнесменов, строительных компаний, которые даже в условиях сегодняшней пандемии, в условиях сложных, тем не менее, у нас весь город строится, у нас строятся жилые комплексы. На этом зарабатываются деньги. Скажите, пожалуйста, почему не зарабатываются деньги, не выставляются условия тем же строительным компаниям, ну и другим крупным бизнесменам, которых у нас тоже очень много в нашем городе, чтобы решать наши социально важные инфраструктурные вопросы. Вот вы мне придете, или мы с вами встретимся, скажете, Геннадий Ильич, у меня здесь есть план действий. Он такой. Вот надо, извините за жение, наехать на этого бизнесмена, запугать этого бизнесмена, чтобы они там построили что-то. И подскажете мне, как это можно делать. Я выслушаю вас, и мы это обсудим, и будем внедрять. Ни один из предыдущих мэров даже в шутку не упоминал о возможности давления на бизнес, а тем более открытого вымогательства денег. Геннадий Труханов считает такое возможным. Разрешение на кредит должно дать Министерство финансов, и только тогда его окончательно утвердит сессия. Проект решения о принципиальном согласии на кредитование утвердили. Далее представили проект вне городской целевой программы поддержки информационной сферы Одессы на 21-23 годы. На деле это финансирование сайта городского совета. Сейчас мы принимаем решение по информационной сфере нашего городского совета. Сейчас мы хотим утвердить финансирование этой программы на сумму 33 миллиона гривен. В то же время на самом сайте, прошу заметить, на самом сайте мэрии количество неисправностей, оно просто, извините меня, граничит с абсурдом. Более того, для аналогии я хочу привести пример. Мы хотим потратить сейчас более, ну, фактически полтора миллиона долларов на информационную службу. И все статьи расходов, по сути, сводятся к сайту. Хочу заметить, что при этом, согласно отчетам глобальной мировой энциклопедии Википедии, на содержание сайта Википедии, серверов, зарплат уходит всего суммарно 5 тысяч долларов. На эту сессию мы получили итоговый список всех пунктов повестки, лишь на согласительном совете вчера вечером. О том, что сессия была перенесена на час раньше, уведомили всех депутатов. Но на сайте Горсовета это уже появилось ближе к ночи. Это вот эти вот наши с вами, господа, полтора миллиона долларов так работают. Вот ответьте мне на вопрос. Это специально или вы профнепригодные? Спасибо. Профпригодные и не специально. Прошу голосовать на вопрос 34. Про затверждение подсумкового взгляда про выполнение московой целевой программы и поддержки инфекционной сферы Министы Одессы на 2020 год. Прошу голосовать. За 37, проти 2, утрималось 3, голосовало 21. Решение принято. Питание 3.5. Про затверждение московой целевой программы и поддержки инфекционной сферы Министы Одессы на 2021-2023 год. Прошу голосовать. Питание 3.5. За 39, проти 0, утрималось 0, голосовало 24. Решение принято. Питание 3.6. При затверждении московой целевой программы и поддержке инфекционной сферы Министы Одессы на 2021-2023 год. Городской голова противоречит сам себе. Если работники мэрии профессионально пригодны, то получается, они знают, что делают. И недостатки сайта создаются намеренно. Тогда имеет место сознательное сокрытие информации. Депутатское большинство при голосовании, как всегда, поддержало мэра. Редактор сайта緬 совершил. Продолжение следует...